Наш ответ Чемберлену именно так охрактеризовал работу сельхоз ярмарок, исполняющий обязанности руководителей сполкома. Посетить распродажи лично Наиль Магдеев решил еще в начале прошлой недели. И вот в выходные запланированный рейд по местам бойкой торговли состоялся. Ярмарки на Сармановском тракте проводятся не первый год. Тем не менее, выявить имеющиеся недостатки не составило труда. Например, Наилю Магдееву не понравилось, что многие продавцы разложили свой товар прямо на земле. За это время неужели нельзя было поставить стандартные павильоны? Парты ставили? Не-не, про павильоны. Ну это вопрос, это так скажем, вопрос, ведь деньги нужно для этого, если появится. Я понимаю, подождите. Ну с 72-го года что, денег не было что ли? За 42 года, если даже по 10 метров вы делали павильон, 420 метров у вас тут. Что касается пустующих по соседству участков земли, то они, по мнению Наиля Магдеева, могли бы сыграть хорошую службу для продавцов и покупателей. А вот проезжую часть он порекомендовал расширить. Побывал Наиль Магдеев и в агропарке Южном, который работает уже два года. Здесь есть и сезонные павильоны, и собственная лаборатория, и широкая парковка. На этой точке тоже не обошлось без замечаний. Правда, со стороны покупателей. До машин не доносят, тележек нет, ничего нет. Подъезд немножко сделать, надо регулировать, вот знаки поставить. Исходя из собственных наблюдений, Наиль Магдеев подвел итоги посещения осенних ярмарок уже на совещании в мэрии, на традиционном деловом понедельнике. Есть замечания по размещению торговых точек, есть определенные пожелания и замечания по логистике, по размещению транспорта, по перемещению людей. А вот представленный в торговых рядах ассортимент и цены у него каких-либо нареканий не вызвали. Остальное же должны исправить в самое ближайшее время. Артем Смолькин, Радик Ганеев, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережная Челны.